Розовый фламинго, дитя закладать. Сейчас мы с тобой лениво, но нежно. Думай о хорошее, я могу исполнить. Друзья, всем привет! С вами снова я, Алена Блин. И вы смотрите очередной выпуск моего шоу «Алена Блин говорит». Сегодня новости будут жаркими, как и удивительно жаркий в этом году сентябрь. Мы в очередной раз обсудим яркие события из мира шоу-бизнеса, которые заинтересовали лично меня на прошлой неделе. А вы не забывайте подписываться на мои каналы в YouTube, Telegram и ВКонтакте. Ссылки в описании. Ну что, дадим жару и посмотрим, что интересненького произошло у наших любимых звезд. А начать я хочу с рубрики «Люди и звери». Ой, то есть, квадроберы. Сегодня ее героиня Мия Бойко, которая угодила в самый натуральный скандал на собственном концерте в Надыме. Дело было так. Во время выступления Мии в толпе потерялась 8-летняя девочка Марьяна. Ее вывели на сцену, чтобы родители смогли забрать ребенка. Увидев девочку, Бойко решила разрядить обстановку и спросила, почему там маски кошки? Уж не квадробер ли она? Квадробика, для тех, кто не в курсе, это выдуманный вид спорта, в котором люди наряжаются в собачек и кошечек, цепляют себе хвосты и перемещаются на четвереньках мяукой и гавкой. Почти как я здесь. Я, кстати, тоже здесь часто мяукаю. А еще у меня сосед каждую пятницу так перемещается. Я думала, алкаш, а он квадробер оказывается. А вообще квадроберов надо на следующую олимпиаду отправить. Они там хорошо будут смотреться со скачками на игрушечных лошадях и соревнованиями по брейк-дансу. Но вернемся к Мии Бойке. Певица, которая известна по песне о покемоне «Пика-пика-чу-чу-чу», в шуточной форме осудила увлечение поклонницы, напомнив прямо со сцены, что ребенок, мол, не животное, а человек и красивая девочка. Не обращая внимания на то, что подросток почти заплакал, звезда спросила у публики, одобряют ли они такие увлечения. Те в ответ заулюлюкали и закричали «фу». Ты тут у нас котенок или ты квадробер не найдешь? Кто-нибудь еще это поддерживает из вас? А что это такое значит? Вот что это значит? Это значит, что человек, ребенок, одевает маску и будет как кошка. Зачем тебе быть кошкой? Просто мне нравится, я решила тоже заниматься. Это еще и занятие, да? Видеоразговоры с маленькой квадробершей Бойко выложила в сеть. И тут началось. Толпа хейтеров начала обвинять певицу в том, что она не подумала о чувствах ребенка, что у девочки теперь до конца дней будет психологическая травма. Да что там? Говорят, что родители уже наняли дочери психолога. Ну и, конечно, не обошлось без главного защитника интернета Екатерины Мизулиной. Она в своем телеграм-канале написала такой пост. Конечно, я разделяю ваши возмущения, ведь такой буллинг может обернуться психологической травмой для ребенка на всю жизнь. Кто пускает таких злых людей на сцену и дает им право высмеивать детей на глазах у всех? Убогая попытка самоутвердиться за счет ребенка и хайпануть на теме квадробинга. При этом Мизулина добавила, что не поддерживает квадробинг. Просто ей стало очень жалко девочку. Потом она добавила, что собирается направить заявление в прокуратуру. Кстати, в своих постах Мизулина упорно не хочет называть Мию по имени. В ее обвинительных постах певица называется исключительно как какая-то блогерша. Интересно, в чем причина такой нелюбви? Есть у меня несколько мыслей на этот счет. Недавно любимый артист Екатерины публично поцеловал другую в шею. И знаете кого? Правильно, Мию Бойко. Может, это ревность? За счету квадроберши и всех ее друзей выступил Егор Крит. Он записал видео маски кошки. Мне кажется, он годами ждал случая ее надеть. И осудил поведение Бойки. Я бы поспорил, кто из них больше ведет себя как животное, возмутился артист. Крит считает, что нельзя осуждать ребенка с неокрепшей психикой за невидные увлечения. Ведь все дети играют в кошек и собак. Подтверждение своих слов. Крит даже мяукнул. Мяу! А я вот давно тут с вами мяукаю, между прочим. Мяу-мяу! В кошачий отряд записалась и Клава Кока, которая посоветовала девочке слушать свое сердце и пригласила на свой концерт. Ситуация дошла до абсурда настолько, что маску кошки надела даже Ксения Собчак. Дорогая Мия Бойка, обращается к тебе кошечка и квадробер Ксения Собчак. У меня к тебе большая просьба. Отъехай ей, пожалуйста. То, что ты перестала носить синие волосы и открестилась от всех субкультур, еще не значит, что можно булить. Тем более публично. Мальчиков и девочек, которым по возрасту это все еще вполне простительно. Ну все, теперь и Собчак у нас квадробер. Хотя ей определенно больше бы подошел хобби-хорсинг. Эй, господи, это что еще? Ну а Бойка и не подумала извиниться. Она заявила, что повела себя адекватно и назвала вещи своими именами. Сегодня кошечка, завтра собачка, а послезавтра она решит, что теперь она мальчик. Мы все видели крайнюю олимпиаду и никто из здравомыслящих граждан не захочет такой реальности для наших детей. Отбрила хейтеров Бойка. Понять, что имеет в виду, она несложно. Ряд психологов считают, что эта самая квадробика расчеловечивает детей. Мол, они начинают жить по законам стаи животных и могут выходить из-под контроля родителей. Но только представьте, что ваш сын вдруг начал спать на коврике и лакать из миски. Сейчас все знают, что это новый подростковый тренд. В общем, родители 8-летней девочки квадробера очень обиделись на Мию и написали на нее заявление в полицию. Мать обвинила певицу в публичном оскорблении дочери и рассказала, что та чувствует себя униженной, боится выходить на улицу и постоянно сидит дома. Суд они, скорее всего, выиграют. Ведь квадробинг не запрещен законом и официально не считается чем-то аморальным. Вот Николай Басков, например, еще в 2015 году выходил на сцену «Новой волны» в костюме тигра. Так он, получается, тоже из этих? Да и меня в прошлом выпуске за шутку о слепнущей кошке Бонни захейтили. А между прочим, это с моей легкой руки Мурочка стала интернет-звездой. Ну а Бойка долго не хотела извиняться. Вначале она продолжила троллить ребенка и потешаться над скандалом. Певица со смехом рассказала, что придумала новое движение. Предложила притвориться камнями и лежать на полу. Но поняв, что шутка зашла слишком далеко, Бойка попыталась договориться с родителями девочки. Помириться и попросила забрать заявление из полиции. Команда певицы связалась с семьей маленькой квадробершей и пообещала им поездку в Москву. Ну ничего себе, какая щедрость. Чтобы показать за кулисье больших артистов. Но непонятно в этой ситуации одно. Почему Мия не попыталась успокоить униженную девочку сразу, а пошла на попятную лишь после угрозы прокуратурой. А вы, дорогие зрители, хотели бы, чтобы ваши дети или внуки ходили с хвостом и мяукали? Как считаете, насколько это увлечение опасно? И как относитесь к поступку Мии Бойки? Пишите в комментариях. Ну а мы идем дальше и переходим к многострадальной Ларисе Долиной, которая после потери квартиры в Москве из-за аферы мошенников рыдает в трубку и жалуется на продолжающиеся проблемы. Теперь, по словам Ларисы Александровны, аферисты вскрыли ее аккаунт в запрещенном инстаграме и написали там сообщение в поддержку ВСУ. Инстаграм взломали. Сейчас от моего имени написали, что я помогаю, что я наконец-то сейчас могу помогать Украине. Что я устала молчать и срочно. И я не знаю, что мне делать. Это просто какой-то кошмар. Также Лариса Александровна пожаловалась на постоянные угрозы с требованием освободить квартиру. Мол, ей ее дочери и внучки грозят расправой. Жесть какая. От страха за свою жизнь певица попросила госзащиту. А еще обратилась в суд с просьбой признать сделку недействительной. Сама Долина так и не пояснила, как получилось, что она продала квартиру и отдала неизвестным людям деньги за нее. Но теперь хочет вернуть недвижимость себе. Покупательница пятикомнатных апартаментов, 34-летняя мать-одиночка, тоже молчать не стала и подала встречный иск. Она уверяет, что купила квартиру законно, имеет все документы и требует звезду в кратчайший срок освободить территорию. У меня в этой ситуации только один вопрос. Откуда у матери-одиночки 112 миллионов рублей, которые она вот так просто взяла и отдала. Выложила за хату в хамовниках. Первое заседание суда состоится уже в следующую пятницу. Пятницу 13-е, кстати. Там встретится сама Долина и новая владелица ее квартиры. Как говорят адвокаты, шансов у певицы вернуть недвижимость очень мало. Ведь она сама подписала все документы и отдала деньги курьеру, чтобы перевести на так называемый безопасный счет. Юристы говорят, что суд может встать на сторону артистки, если будет установлено, что покупательница квартиры приобрела ее без предварительного осмотра. Это вообще как? То есть просто так отдала 112 лямов и купила по интернету, как крем для рук? Также может быть проведена психиатрическая экспертиза, чтобы установить, в каком состоянии находилась Долина в момент подписания сделки. В общем, как выяснилось, не все в жизни легко уладить с помощью зонта. Но мы желаем Ларисе Александровне удачи и терпения. Пусть этот ужас скорее закончится. Как развернуться событие будет известно уже на следующей неделе. Ну а я буду держать вас в курсе. Продолжают судиться неугомонные Павел Прилучный и Агата Муцинееца. Знаменитый отец пытается забрать сына и дочь себе, чтобы не платить алименты. Скандал в звездном семействе начался, конечно же, из-за денег. Агата потребовала, чтобы Павел отдавал на двоих детей не 100 тысяч рублей в месяц, как раньше, а намного больше. Ведь его заработки исчисляются миллионами. По закону Прилучный должен отдавать четверть заработанного бывшей жене. А это космические суммы, если учесть, что гонорар актера за один съемочный день может доходить до 500 тысяч рублей. Суд встал на сторону актрисы и обязал Пашу платить. Но тот делиться заработанным с бывшей семьей не спешит. И хотя Агата уверяет, что тратит его деньги не на собственные шубы и сумки, а на обучение, кружки и одежду наследников, актер уперся рогом и теперь хочет поделить детей. Прилучный настаивает, чтобы оба ребенка или кто-то один жил с ним и его новой женой Зипюр Брутян. Последнее заседание суда состоялось на прошлой неделе. Говорят, Муцинец вышла из зала заплаканной. Несмотря на расстроенные чувства, актриса уверяет, что все под контролем. Все прошло хорошо, не волнуйтесь. Правда на стороне. Правда и добро всегда побеждает зло. Какими бы манипуляциями они не пользовались, все будут платить по закону и жить по закону. Сказала позже Муцинеца. Интересно, что прилучный Брутян сейчас отдыхают в Геленджике, куда забрали 11-летнего сына Муцинеца Тимофея, предварительно переведя его на дистанционное обучение в школе. При этом 8-летняя дочка Мия осталась в Москве с Агатой и благополучно пошла 1 сентября в школу. Они что уже, поделили детей, получается, или пока только тренируются? Вот так родишь от звезды, потом проблем не оберешься. Паш, ну ты хоть психику детей пожалей, они же переживают, видя, как родители ссорятся. Отдай бабки, Паш, будь мужиком. Никак не могут помириться и певица Пелагея с бывшим мужем, хоккеистом Иваном Телегиным. Те тоже используют дочь для выяснения отношений. Сначала Пелагея судилась с экс-супругом, потому что тот наложил запрет на выезд их общей дочери Таисии за границу. Ребенку на окончание первого класса подарили поездку в Турцию, куда она должна была отправиться с бабушкой. Но на рейс с Таисию не пустили. За полчаса до вылета выяснилось, что отец запретил ей покидать пределы России. Все мы видели видео, на котором несчастная девочка рыдает, сидя в аэропорту. У меня аж у самой слезы навернулись. Попробовал меня кто-нибудь не выпустить в Турцию. Подробнее об этой истории я рассказывала в одном из предыдущих выпусков. Смотрите по ссылке. Пелагея обратилась в суд, чтобы снять этот запрет, и выиграла дело. А теперь судится с хоккеистом из-за московского особняка стоимостью 110 миллионов рублей, который они купили в браке. Пелагея пытается оспорить долю бывшего мужа при разделе имущества. Она уверяет, что Телегин не платит коммуналку и не выделяет деньги на содержание дома. Вообще смотрю на все эти истории и думаю, мужики какие-то мелочные, говнистые пошли. И главное, не жалко им своих же детей. Девочки, пишите в комментариях, осуждаете такое поведение или отцы детей правы. И еще немного о странных людях и на агенте Алишере Моргенштерне, о котором давно ничего не было слышно. Беглый рэпер, который после мытар с Дубая и Израиля теперь живет где-то между Лондоном и Европой, окончательно слетел с катушек. Я не шучу. В своем блоге в Телеграме Морген признался, что натурально лечит голову, потому что обнаружил у себя глубокую депрессию и шизу. А то мы раньше не догадывались. Музыкант заявил, что обратился за помощью к специалистам, потому что, цитата, «совершенно потерял свою личность». Алишер назвал себя отвратительным человеком, который возомнил себя мессией и признался в зависимости, пообещав, что ступает на путь трезвости. Но у Моргена, как всегда, все вылилось в грандиозный скандал. Рэпер зачем-то начал просить прощения у всех своих бывших, включая нынешнюю девушку, блогера Лизу Василенко, с которой он, похоже, успел разругаться, и к супругу Дилару, который в свое время знатно потрепал нервы. И все бы ничего, но его слова вызвали у Дилары бурю возмущения. Она разразилась ответным постом, в котором назвала Моргена трусом, лжецом, жестоким и корыстным человеком без принципов и сострадания, который хочет отмыться от грязи очередной ложью. Вот он девку разозлил. А мы думали, они расстались друзьями. Девушка не поверила извинениям бывшего мужа, заявив, что он в очередной раз пытается вызвать к себе жалость подписчиков, которых считает стадом баранов. Дилара рассказала, что Морген вел себя как настоящий негодяй. Изменял, унижал и оскорблял ее. А после развода убеждал ее нового парня бросить ее. «Ты лицемер. Ты мать продашь за одобрение общества. Ты пытаешься манипулировать обществом. И думаешь, что ты шахматист. Ты не хочешь меняться, ты хочешь внимания. Ты самый плохой и беспринципный человек из всех, кого я знала», написала Дилара. Вот это замес. На публичную переписку Дилара и Алишера тут же отреагировала блогер Ида Галич. По ее словам, бывшие супруги почти дети, а уже пережили столько боли. Она пожелала Моргену удачи и поверила в искренность его раскаяния. Галич считает, что музыканту удастся наладить свою жизнь, если его разум очистится. Дилара же считает, что Морген не сможет опровдать свою жестокость и гордыню депрессией. Это, по ее словам, не лечится. Да уж, Алишер, теперь тебе либо правда придется выздоравливать и меняться, либо твоя карьера продолжит катиться вниз. Да и жить с таким характером и поведением скоро станет негде. Из Дубая тебя уже погнали, Россия тоже тебя не ждет. В Израиле сразу в армию загребут. Но зато на Кадиллаке поездил и миллионы руками потрогал. Как поется в песне «Ты легенда, можно умирать». Классные финал новости. Да мне эта песня нравится. Я его песню очень люблю. Продолжая тему зависимости, плавно перейдем к Насте Волочковой, которая, нет, не танцевала с Никитой Джигурдой в неглиже и не пожелала хейтерам захлебнуться своей желчью, как она любит. Настя возмутилась новым законом об алкоголе, который того и гляди примут депутаты, оставив бокал с дорогим просекка в сторону. Да ладно. Балерина «Всея Руси» назвала бредом и позорищем идею депутата Госдумы Султана Хамзаева проверять артистов на алкоголь и наркотики перед выходом на сцену. Идея эта, кстати, появилась после позорного выступления неадекватной глюкозы в Красноярске, о котором я рассказывала вам в прошлом выпуске. Вот тут его можно посмотреть. Волочкова заявила, что не понимает, как можно технически делать антиалкогольные тесты, но как в ГАИ, наверное, придется в трубочку дышать. Она призналась, что среди артистов реально много тех, кто увлекается и злоупотребляет, запутывается в проводах от микрофонов и падает на сцене. Но лично она в пьяном виде на сцену не выходит, потому что выступает в пуантах, а тут нужна координация движений. Настя заверила, что перед спектаклями неделями сидит на диете и пьет свекольный сок, а потом танцует с увечьями во славу России. В общем, как ни крути, такую инициативу депутатов Настя сочла унизительной. Вы знаете, я не понимаю, как это относится ко мне. Я работаю на пуантах с детьми. Я каждый божий день по три часа в балетном сале, то есть у тебя добрые люди хотя бы эти пуанты в руках подержат. Не надо их надевать на ныне. Кстати, никто из артистов возмущения Волочкова не поддержал. А ее друг Прохор Шаляпин вообще наводнил интернет своими пьяненькими видео. Певец сообщил, что счастливо проводит очередной отпуск в Мексике и пожелал всем не работать и получать деньги и квартиры с небес. Как он? Прош, да мы уже пытались как-то, но не выходит у нас без помощи старушек-миллионершек. Я вам могу сказать, что вот это вот счастье в виде краба, которое я сейчас буду наъеривать со своими друзьями, оно стоит всего 30 долларов. Очень вкусно. К тому же, с вами он вам мне припрыжку. Я в бакулку навернул и так, что вот второе. И такой кайф. Друзья, не переключайтесь об этих присутствиях. Невозможно волшать. Ну а что касается антиалкогольного закона, то я вспомнила, как в свое время на сцену часто выходил нетрезвый Михаил Ефремов. И поначалу у всех это слегка забавляло. Ну, покуражился мужик, с кем не бывает. Но может, если бы его наказали за пьянство на работе уже тогда, той трагедии с ДТП, в которой погиб человек, и не было бы. Пролечили бы в рехабе, взяли на контроль, спасли бы и его от тюрьмы, его жертву от смерти. А вы как считаете, стоит ли проверять артистов на трезвость перед выходом на сцену? Или это перебор? Пишите свое мнение, обсудим. А у нас на очереди новость о дерзкой Люсе Чеботиной, которая покусилась на святое и назвала живое пение британской звезды Адель откровенно слабым. По ее словам, обладательница 10 премий Грэмми и одного Оскара едва вытягивала концерт. Ну а Люся заплатила за билет космическую сумму и ждала мурашек. Но никакого восторга Люся не испытала. Наоборот, боялась, что звезда сорвет голос и даст петуха. В лайве не так красиво. Она много кричала. Было видно, что ей тяжело. Она прям рвала связки. Если ты не в состоянии дать то, что ждет от тебя слушателей, тогда не загибай цену, пояснила Чеботина в разговоре со звездой универа Стасом Ярушиным. В сети на Люсю тут же набросились. Мол, руки прочь от мировой звезды. Сама сначала спой. Hello, it's me. И сходи на концерт Бузовой, чтобы сравнить. А потом осуждай. Некоторые обвинили Чеботину в зависти, ведь ей пока Грэмми не светит. А вот Стас Ярушин уже на пути к мировому успеху. Он написал песню и подал свою кандидатуру на участие в песенном конкурсе Грэмми. Артист... К чего она? Приснилось ему, что ли? Слушайте, я подробности жду. Через какой сайт или приложение он подал заявку на Грэмми? Может, я тоже подам? Артисту предстоит пройти отборочный тур, прежде чем попасть в список номинантов. Но организаторы уже сообщили ему, что у песни есть шанс на победу. Они ему позвонили, что ли, и что сделали? Стас, тут слушай это. Давай-давай, готовься. Ты уже почти обогнал Джастина Тимберлейка. Что за новость вообще? В общем, больше всех с нетерпением буду ждать новостей о Стасе Ярушине на премии Грэмми я. Но самое главное, что Плюсе Чеботина его пение понравилось. Еще одна смелая звезда Анна Седокова шокировала публику новым лицом, появившись в своих соцсетях то ли после пластики, то ли после неудачного макияжа. Короче, теперь у Ани тоже лисьи глазки, как у Вики Бонни и Даны Борисовой. В сети Седокова уже в шутку сравнивают с китаянкой. Настолько сильно изменилась ее внешность. Если бы не ноги и грудь, вообще было бы не узнать Аню. А виной всех этих звездных метаморфоз стала палестинская модель Белла Хадид. Она первой легла под нож хирурга, запустив мировой тренд на вытянутые миндалевидные глаза. После нее похожие операции сделали певицы Майли Сайрус и Ариана Гранде, актриса Блей Клавли и Рене Зельвегер. Да много кто еще. Теперь мода дошла и до наших. Первой на рискованную операцию решилась Боня. Она отдала за процедуру около 20 миллионов рублей. Но даже за такие деньги не все прошло гладко. Ее опыт повторила любительница всего новенького Дана Борисова. Она решилась на операцию сразу после съемок шоу «Звезды в джунглях» и сейчас восстанавливается после отеков и синяков. А вот зачем изменила свое красивое лицо Аня Седокова, народ не понял. В комментариях певицы пишут, что прежняя Аня им нравилась больше. А еще подозревают ее в коррекции носа. Среди причин, по которым 41-летняя Седокова решила перекроить лицо, называют частые ссоры с мужем Янисом Тиммой. А что, если будут лисие глазки, они сраться перестанут? С ним Анна расстается и мирится примерно раз в месяц. Возможно, постоянные ссоры в семье спровоцировали у Ани комплексы, как предполагают поклонники. Лично мне новое лицо Ани понравилось. Ну а что, не с одним и тем же всю жизнь ходить, раз технологии позволяют. Чик, и ты уже немного, Белла ходит, и они-то цой одновременно. Продолжая тему пластической хирургии, не могу не рассказать приятную новость о бывшей жене футболиста Павла Мамаева Алане Мамаевой, которая, наконец-то, нашла новую любовь. Избранник блогера, пластический хирург Павел Корнеев. Да-да, снова Павел у нее. Пара встречается уже более полугода, и вроде бы там все серьезно. Влюбленные познакомили своих детей от предыдущих браков и вместе ездят на отдых. Но самое главное, Павел уже составил план будущих пластических операций Аланы. Но куда еще красивей? Боюсь представить, наверное, тоже будет ей лисьи глазки перекраивать. Как говорится, да будут же все светские женщины, похоже, на Беллу ходит. Шучу. А на самом деле за Алану я очень рада. Тем более, что бывший супруг ей и дочери совсем не помогает. Недавно стало известно, что Мамаев, он, кстати, неделю назад стал отцом в третий раз, ничего не подарил родной дочери на день рождения. А сам в это время купил своей новой жене Мерседес за 30 лямов. Алана говорит, что давно перестала удивляться поведению их супруга. А сама за это время стала взрослее и мудрее. По ее словам, если бы не эта ситуация, она бы так и осталась инфантильной женой футболиста, которая без мужа ничего с собой не представляет. Мы с Аланой, кстати, недавно общались лично. Она прямо светится от счастья. Говорит, наконец-то нашла правильного мужчину и хорошего пластического хирурга в одном лице. Как сказал джигант, и рыбку съела, и на лицо села. Что ж, совет да любовь. Так, что у нас там дальше? Марина Федункив продолжает нервировать поклонников молчанием по поводу своей беременности. Недавно 53-летняя актриса попала на видео на Ленинградском вокзале в Москве, когда шла раскачивающейся походкой с явно округлившимся животом. Поклонники предположили, что под мешковатой одеждой юмористка скрывала свое интересное положение. По слухам, многие ее друзья и коллеги уже знают, что она ждет малыша. Предположительно, срок уже большой. Месяцев 6 или 7. Говорят, Марина попросила даже снизить на нее нагрузку на работе из-за беременности во время работы в новом телешоу, где сыграла роль ведущей. Пишут также, что зачать малыша актрисе помогла итальянская медицина. Ну и итальянский муж Стефано Маджи, который младше ее на 13 лет. Ну а вообще в этом году у нас в шоубизе заметно прибавится детишек. Вот-вот родит звезда универа Анна Хилькевич, которая уже стала интернет-мемом, потому что слишком долго ждала поездки в роддом. А Мария Погребняк за неделю до родов поехала в МФЦ и зарегистрировала брак с отцом своего четвертого ребенка, Игорем Головинским, и даже взяла его фамилию. Видимо, пышная свадьба нас ждет позже, когда пара придет в себя после появления еще одного ребенка в семье. Ну что, первым делом кто ко мне мог приехать? Ну, конечно, крестая. Кто-то, да, я моя девочка. Я так переживала. Я, во-первых, вечером с тобой была на связи. Все время была на связи. У меня было такое ощущение, что я сама ржала. Готовится стать мамой и просветленная Сати Казанова. Певица рассказала, что у нее в организме не хватает железа, поэтому она вставляет ржавые гвозди в яблоки. Что? В глазные? После чего держит их в темном месте 10 дней и ест. Что она ест? Яблоки или гвозди? Нет, гвозди она не ест, но все равно это все ужас. Сати говорит, что гвозди яблоки, так называется это лакомство, ели еще ее бабушки. Они живы, бабушки? Про то, что есть витамины, Сати, видимо, не знает. Скажем ей или пусть гвозди яблоки ест. А закончить выпуск я хочу печальной новостью о наших друзьях и коллегах Ариане Романовскому и Тамерлане Бегаеве, которые получили по 5 лет строгого режима по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у руководства Ростеха. Парни работали и на Ксению Собчак, занимались администрированием телеграм-канала «Тушите свет». 5,5 лет строгача получил и коммерческий директор проекта «Осторожно.Медиа», которым тоже руководит Собчак, Кирилл Суханов. Журналистам не удалось доказать, что они выполняли поручения Ксении. Однако наша коллега, журналист Юния Пугачева, уверяет, что вины на парнях нет. Она обратилась в Следственный комитет с просьбой проверить Собчак по статьям «Клевета» и «Неприкосновенность частной жизни», а также сняла большой фильм расследований, в котором рассказала, кто на самом деле виноват в вымогательстве. Ариан и Тамерлан уже больше двух лет находятся в СИЗО. Однако ни один из них не принимал участия в переговорах по поводу 11 миллионов за удаление поста в телеграм-канале. Коммуникацию вел коммерческий директор Кирилл Суханов. После задержания всех троих Ксения Собчак ненадолго уехала из России. Изначально она тоже была подозреваемой по делу, но потом с нее сняли статус, и она вернулась. Больше в томах уголовного дела ее фамилия в принципе не присутствовала. Как пишут, решающую роль в смягчении приговора ребятам сыграла Маргарита Симонян, а далеко не Собчак. Она лично просила Бастрыкина и соответствующие органы о смягчении решения судей. Изначально их могли посадить на 7,5 лет. В следующий раз Арианта, Мерлан и Кирилл смогут подать на УДО в 2026 году. Но что их ждет на зоне, мне даже представить себе страшно. Все журналистское сообщество страны переживало за судьбу коллег. А Ксения была единственной, кто посчитал приговор победой. 5 лет – это сильно лучше, чем 7,5. Я очень рада, что суд смягчился. Хотелось бы, чтобы был меньший срок, или его бы не было вообще. Но каждый сокращенный день тюрьмы – это уже маленькая победа. Написала она в блоге. Мы от всей нашей команды желаем Ариану и Тамерлану сил и мужества. Держитесь, ребята, мы с вами. Настанет тот день, когда правда восторжествует. Ну вот и все новости на сегодня. Спасибо всем, кто досмотрел этот выпуск до конца. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии и делитесь этим видео с друзьями. Напоминаю, что следующий выпуск выйдет ровно через неделю, в следующее воскресенье. Мы подготовим для вас самые теплые и солнечные новости из мира шоу-бизнеса. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok